Здравствуйте, уважаемые студенты! Кафедра биологической химии представляет лекцию на циму биохимии печени. Рассматриваем сегодня вопросы. Основные функции печени. Роль печени в процессах биоторосформации ксенобиотиков. Катаболизм гема, желтушность. Роль печени в обмене углеводов, липидов и белков. Как известно, ткан печени состоит из 80% гепатоцитов. 15% эндотериальных клеток. Из этих 15-40% приходится на клетки куфера. Доказано, что печень играет важную роль в поддержании гомеостаза, то есть постоянства среды организма человека. Гепатоцит – это основная клетка печени. Она состоит из ядра, митохондрии. И в каждой органелле происходят различные биохимические процессы, о которых мы дальше будем говорить. Что касается функций печени, в данной презентации представлено ее основные 5 функций печени. Здесь обозначена буквой B – биосинтез различных веществ, D – депонирование, буквой K – конверсия и основные биохимические процессы связаны именно с этими обменными процессами. Так, например, если взять метаболизм углеводов, то глюкоза в печени происходит ее биосинтез, ее конверсия, галактоза, фрунктоза, моноза, они в основном подвергаются процессу конверсии, пентозы, они и биосинтезируются, и подвергаются процессу конверсии. Вот, что касается гликогена, основного полисахарита, организма животных, там происходит процесс и биосинтеза, и депонирования, и конверсии. По метаболизму липидов жирные кислоты, жиры, кетоновые тела, холестерин, желчные кислоты и витамины тоже подвергаются как процессам биосинтеза, так и процессам конверсии. Кроме этого, при метаболизме липидов холестерин подвергается также экскреции, как и желчные кислоты. По метаболизму аминокислот, аминокислоты, они подвергаются биосинтезу и конверсии, а конечный продукт обмена белков мочевина происходит именно в печени. Метаболизм белков плазмы крови это основная функция печени. Это липопротеины, альбумин, факторы коагуляции, гормоны и ферменты все они биосинтезируются в печени и подвергаются процессам конверсии. Биотрансформация Биотрансформация подвергается стероидные гормоны, желчные пигменты, этанол, лекарственные вещества. Печень участвует в следующих процессах обмен углеводов, обмен белков и аминокислот, синтез мочевины, то есть, как я уже сказал, конечный продукт обмена белков мочевина синтезируется именно в печени. Обмен липидов, синтез желчных кислот, которые участвуют в переваривании липидов, желчообразование и желчевыделение тоже происходит в печени. Синтез необходимых для других тканей соединений, глюкозы, кетоновых тел, белковых плазм и крови также протекает в печени. Обезвреживание эндогенных и экзогенных токсистных соединений, экскреция продуктов метаболизма, то есть, холестерина, желчных кислот, желчных пигментов тоже протекает в печени. Кроме того, печень участвует в регуляции кровообращения, то есть, здесь происходит связь портальной системы кровообращения с общей системой. Доказано, что в печени у эмбронов происходит образование крови. Регуляция свертывания крови, то есть, синтез фибриногена, протрамбина и гепарина тоже процесс, который протекает в печеночной ткани. Печень это орган, где протекает превращение провитаминов в витамины. Как известно, что витамины, которые употребляет человек, они поступают в виде провитаминов или же образовавшиеся организмы человека провитамины именно в печени подвергаются конверсии и превращаются в витамины. Такие белки, как трансферин и ферритин, которые участвуют в метаболизме железа в организме человека, тоже синтезируются в печени. Следующий вопрос. Обезвреживание ксенобиотиков в печени. Этот процесс протекает в два этапа. Первый этап. Этот этап протекает в эндоплазматическом рециколиуме с участием таких ферментов, как оксидаз и гидроксилаз. Это сложные ферменты и коферментами их является цитохром P450, витамин В5, ГМ и витамины. Второй этап обезвреживания ксенобиотиков называется процесс конъюгации. Этот процесс происходит с участием глюкуроновой кислоты, производными серной кислоты, глутациона, ацетила, аминокислот и других. В данной презентации представлено обмен галактозы, который успешно протекает в печеночной клетке и в конце концов при участии различной ферментационной системы в организме происходит образование глюкозы. Для обезвреживания различных ксенобиотиков необходимы ферменты, метаболиты используемы для конъюгации и эти конъюганты принимают акционную форму метаболитов. И в этой презентации представлены наивяжнейшие из этих представителей. Основной из этих представителей при обезвреживании различных токсических веществ это фосфоаденозин фосфосульфат. Кроме этого, в печени имеется такая система, как уредил дифосфоглюкоранат и при помощи специальных ферментов происходит процесс конъюгации, то есть присоединения этих конъюгатов токсическим веществом. В результате этого процесса происходит обезвреживание этих веществ и токсическое вещество приобретает нетоксичность, то есть происходит процесс детоксикации. Данная презентация представлена, как происходит в печени обезвреживание различных лекарственных веществ и видно, что лекарственные вещества подвергаясь конверсии затем покидают организм с помощью мочи в нетоксичном виде. Роль в печенепигментном обмене как известно продолжительность жизни эритроцитов составляет от 110 до 120 дней. За одни сутки в ретикулоиндотериальных тканях как известно к этим тканям относятся телезенка, печень, костный мозг, разрушается 1% эритроцитов и высвобождается около 7,5 граммов гемоглобина. 15-25% билирубина образуется при распаде гемосодержащих белков. Как известно, к гемосодержащим белкам относятся миоглобин, цитохромы, пероксидаза и другие. При распаде 1 грамма гемоглобина образуется 34 миллиграмма билирубина. Гемоглобин распадается на глобин и гем. Из гема, в свою очередь, образуется токсическое вещество билирубин. Образование билирубина из гема протекает в мембранах эндоплазматического ретикулума. И в данной презентации представлена последовательность, то есть как происходит образование токсического билирубина в ретикулоэндотериальной системе и какие конечные продукты в данном процессе образуются. Изучая процесс образования билирубина, мы вводим клиническую биохимию такое понятие, как желтушность, то есть эктериус. Это окрашивание кожи, слизистых и роговицы в желтый цвет. Почему желтый цвет? Потому что наш билирубин он пигмент и он имеет желтый цвет. Вследствие увеличения в крови концентрации билирубина и накопления его тканей, вот эти вышеуказанные ткани приобретают желтушность. Вообще в клинике различают две формы билирубина. Первый это свободный или непрямой билирубин. Второй это связанный или прямой билирубин. В крови здорового человека содержание билирубина в норме составляет 1,7 теле 17 микромоль на литр. Желчные пигменты выделяются скалом 200 теле 300 миллиграмм в сутки, а с мочой от 1 до 2 миллиграмм в сутки. Различают три вида желтушности. Первое надпеченочное или же ее еще называют гемолитическое. Это связано с усиленным распадом эритроцитов. Вторая форма желтушности это печеночное связано с повреждением печени и желчных ходов в печени. И третья форма желтушности это подпеченочное она связана с закупоркой желчных протоков и нарушением эвакуации желчи. И эту форму иногда называют еще абтурационной. Кроме этого имеется так называемая желтуха новорожденных. И эта желтуха бывает двух видов. Первая физиологическая и вторая патологическая. Патологическая развивается вследствие резус и обо конфликта. во-вторых наследственная недостатка такого фермента как глюкоронил трансферазы. Данная презентация представлена что происходит с обменом билирубина при гемолитической желтухе то есть при усиленном распаде эритроцитов. То есть ее еще называют надпеченочной то есть билирубин еще не дошел до тканей печени. При паранехматозной желтухе уже процесс связан уже непосредственно с печеночной тканью и в данном процессе нарушается конечно обмен билирубина. И третья обтурационная желтуха уже она называется подпеченочная и как ведет себя билирубин представлено в этой презентации. Биохимические изменения в организме при заболевании печени Первое цитолиз цитолиз гепатоцитов При этих изменениях в организме происходит следующее изменение С сыворотки крови повышается активность ферментов которые характеризуют печень это аланин аминотрансферазы аспартат аминотрансферазы алдолазы лактат дегидрогеназы четвертой фракции и лактат дегидрогеназы пятой фракции глутамат дегидрогеназы фруктоза один фосфат алдолазы то есть все вышеперечисленные ферменты они характеризуют печеночную ткань второе гипербилирубинемия причем эта форма связана с повышением именно прямого билирубина третье увеличение в крови железа и витамина В12 нарушение экскреторной функции печени или же он называется холестаз при этом заболевании у больного наблюдается повышение в крови гамма-глутамил транспептедазы кроме этого повышается в крови шелочная фосфатаза наблюдается гипербилирубинемия и сопровождается эта болезнь с гиперхолестеринемией причем увеличивается в крови липопротеини низкой плотности а липопротеини высокой плотности наоборот снижаются печеночная клеточная недостаточность это форма снижения в сыворотке крови активности холестаза гипопротеинемия то есть снижение белков плазмы крови диспротеинемия вследствие снижения уровня альбуминов уменьшение содержания протрамбина и других факторов свертанной крови то есть нарушается трамбообразование гиперхолестеринемия снижение коэффициента этерификации холестерина и наконец гипербилирубинемия то есть повышение уровня билирубина в крови синдром мезинхемального воспаления увлечение содержания глобулинов в сыворотке крови изменение показателей осадочных тестов как известно в биохимии пользуются такими белково-осадочными тестами как тимоловая проба вельтмана сулемовая проба цинковая проба серная проба гепариновая проба и другие роль печени в обмене углеводов она заключается в участии поддержания постоянной концентрации глюкозы в крови во-вторых участия в регуляции обмена глюкозы в-третьих нарушение функции гепатоцитов приводит к накоплению молочной кислоты в крови то есть лактата обмен фруктозы и галактозы протекает в печени то есть это тоже связано именно ролью печени в обмене углеводов в чем же состоит роль печени в липидном обмене известно что у практически здоровых лиц за одни сутки вырабатывается печенью до 700 мл желчи то есть на 1 кг массы тела выделяется 10 мл желчи выделение желчи это непрерывный процесс однако интенсивность его имеет свои биоритмы печеночной фракции содержание желчных кислот составляет от 2 до 14 г на литр в пузыре 115 г на литр относительно плотность печеночной желчи 1010 пузырной 1026 1050 сухую массу желчи в основном составляет желчные кислоты которые на 80 90% синтезируются из холестерина печень непосредственно принимает участие в бета окислении жирных кислот как известно наряду с гликолизом бета окисление жирных кислот является основным источником 1-1-3 фосфорных кислот в организме человека в организме взрослых в печени синтезируется за сутки 80 миллиграммов холестерина роль печени в белковом обмене в печени синтезируется до 90% альбуминов 50% бета глобулинов крови в печени синтезируется протрамбин фибриноген проконвертин проакцеллерин участие в общих и спечнических путях обмена аминокислот то есть аминокислоты обязательно подвергаются конвертии именно печеночной клетки синтез 95% гликопротеинов сиаловых кислот липопротеинов низкой и высокой плотности цирулоплазмина трансферина конечно печень имеет огромную роль в обмене свободных аминокислот как известно в организме имеется более 200 аминокислот из этих 200 20 аминокислот непосредственно участвуют в синтезе белка во первых эти аминокислоты используются для энергетических целей организма во вторых в печени происходит синтез заменимых аминокислот азотсодержащих соединений компонентов нуклеинов кислот обезвреживание аминокислот и азотсодержащих соединений путем синтеза мочевины и мочевой кислоты метаболизм гема и обезвреживание его продуктов синтез гликозы и гликогена кетоновых цел из неиспользованных аминокислот то есть аминокислоты которые не используются для образования белков, в конце концов могут превращаться в глюкозу, гликоген и кетоновые тела. Синтезируемые в печени плазменные белки участвуют в следующих процессах. В транспорте различных соединений. Обеспечение пластическим материалом клеток. Обеспечение ферментами, гормонами. С участием проперзина, комплимента и других белков выполнения защитной функции. Поддержание онкотического давления. Поддержание постоянства внутренней среды, то есть гомеостаза. В печени у новорожденных активность ферментов обмена в микрисот низкая, что приводит к развитию различных патологий. Здесь мы проведем некоторые из них. Первое. Гиперфенилаланимия и гипертирозинемия. Это недостаток фенилаланин гидроксилазы. Проявляется высоким содержанием в крови фенилаланина, фенилацетата, фениллактата, фенилпируата. Как известно, эти соединения являются высокотоксичными для тканей мозга. Через 2-4 месяца эти ферменты начинают вырабатываться в печени, что приводит к нормализации обмена этих аминокислот. Второе. Гипопротеинемия. Связано со снижением синтеза белков в печени. У детей это приводит к снижению общего белка в сыворотке крови, то есть до 50 грамм на литр. Альбуминов до 30 грамм на литр. По достижению трехлетнего возраста он возвращается до нормативных значений. Третье. Гипопротрамбинемия или детская геморрагическая болезнь. Развивается вследствие отсутствия или низкого синтеза протрамбина. К 3-4 месяцам отмечается нормализация этого синтеза. Четвертое. Альбумин составляет 55-60% общего содержания белка. Гистидинемия. В печени имеется гистидин, аммиак лиаза. Отсутствие данного фермента приводит к блокированию метаболизма гистидина по урокониновому пути, что приводит к увеличению уровня гистидина в крови до 10 мг. Гипераммонимия. Развивается вследствие недостатка в печени ферментов синтеза мочевины. Как выше мы сказали, мочевина синтезируется именно в печени. Эти ферменты. Арнитин карбомейл-трансфераза и карбомейл-фосфат синтеза. И это приводит к увеличению уровня аммиака до 1000 мг. Содержание в сыворотках крови общего белка и особенно альбуминов свидетельствует о нарушении функции печени. Содержание общего белка в сыворотках крови практически здоровых лет составляет от 60 до 80 г на литр. При тяжелых вирусных гепатитах хронических поражений в печени содержание общего белка и особенно альбуминов снижается. Благодарю за внимание. Можете пользоваться данной литературой. Продолжение следует...